Это четвертый по счету слет народных университетов и по традиции он проходит на базе санатория знания. Его участники представляют более 70 регионов России. Это руководители и актив народных университетов, представители общественных организаций, гости и жители курорта. Будучи активным участником слета, Алла Стеценко сама создала и стала руководить несколькими клубами. Уже года два здесь я. Здесь очень интересная жизнь, очень интересно идут занятия у нас. Не только занятия. Уже у нас появились определенные группы. Группа, допустим, хозяюшки, клубы определились, клубы по танцам. У нас будет очень интересная задумочка. Пока с моделей. Мы красотки все, мы молоденькие все, мы не говорим, что 55 за. Люди старшего поколения могут жить ярко, активно и интересно. И это золотое утверждение участников слета и декады зрелого возраста, которое проходит наряду с основным мероприятием. Здесь люди старшего поколения получают дополнительное образование, принимают активное участие в общественной, творческой и культурной жизни. В программе слета более 120 учебных мероприятий. На площадке санатория знания интересные, а главное полезные лекции проведут десятки спикеров из разных регионов России. Также задействованы и другие крупные объекты санаторно-курортной отрасли курорта. На этих площадках организованная дискуссия о месте, о роли, о значимости старшего поколения с привлечением самых лучших спикеров России. У нас участвуют и ученые, представители экспертного сообщества. Очень большое количество приехало людей из общественной сферы, причем людей, заметных в федеральном масштабе. Открытие форума началось со знакомства с лечебными возможностями курортов Юга России и в частности Сочи. Помимо темы здоровья, обсудили вопросы семейных отношений и поговорили о планах на пенсионный период, поскольку среди участников слета не только представители серебряного возраста, но и молодого поколения. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.